Здравствуйте, мои дорогие! Привет! Я, конечно, понимаю, что тазик оливье это уже народная традиция, но для чего нам сегодня этот таз? Мы сегодня вместе с вами будем устанавливать предновогодний рекорд. Именно в эту миску вместе с нашими зрителями мы нарежем самое большое оливье в истории Все Будо Доброе. Классная идея! И теперь я понимаю, зачем нам и весы. Аллочка? Давай. Мои дорогие гости, а вы готовы к тому, чтобы вместе с нами установить этот замечательный, вкусный, кстати, и полезный рекорд Все Будо Доброе. С чего начнем? Прежде всего нужно вымыть руки, ведь чистота рук это залог здоровья. А затем каждому из вас будет предложен набор продуктов для нарезки всеми нами любимого салата оливье. Это соленые огурцы, картофель, морковь, яйца, колбаса и зеленый горошек. Хочу заметить, что я не просто так назвал ингредиент именно в таком порядке, но об этом немного попозже. Помимо установки рекорда, мы решили поделиться самыми главными секретами приготовления идеального оливье. Ведь мы уверены, правда, Андрюша, что практически каждая хозяйка на Новый год будет готовить этот салат. И чтобы вы не испортили вкус оливье жестким горошком, слипшейся картошкой, горькой морковкой, или искусственной колбасой, состоящей из сплошных ароматизаторов и красителей, мы подскажем, как сделать правильный выбор, совершая предновогодние покупки в магазине. Я так понимаю, что наши гости будут нарезать уже правильные ингредиенты. И сейчас у вас уже появились специальные досточки с набором продуктов. И вам будет удобно нарезать ингредиенты для салата. Каким образом, в каком порядке и когда можно начинать, расскажут наши эксперты. Все ингредиенты мы будем нарезать по очереди. Эта очередность зависит от сложности выбора продуктов при покупке. Начнем с более легкого и закончим самым сложным. Для идеального сочетания салати рекомендуется брать ингредиенты в такой пропорции. На одну банку горошка, две картошки, одну морковку, четыре яйца, 200 граммов докторской колбасы, 100-150 граммов домашнего майонеза и три соленых огурчика. Вы все видите, что в ваших мисках уже насыпан горошек. Горошек нам нужен как некий ориентир. Кубики, которыми мы будем нарезать все последующие ингредиенты, для оливье должны быть размером с горошину. Благодаря такому небольшому размеру на вашей вилке окажутся все ингредиенты салата в нужной пропорции. Прежде чем высыпать горох в миску, очень тщательно вы должны слить жидкость, потому что если жидкость останется, оливье будет мокрым. Горошек нарезать не нужно, к счастью, но он все же должен быть идеальным. Как выбрать именно такой в магазине, Андрюш? Состав полезного горошка должен быть минимальный и состоять из четырех ингредиентов. Состав. Горох овощной свежий, вода, сахар и соль. Итак, зафиксируем первое правило выбора зеленого горошка. Это у нас сводная таблица, которая будет нам помогать ориентироваться в покупках ингредиентов для правильного оливье. Кстати, упаковка горошка же разная бывает. Стеклянная, жестяная, какая лучше? Мы рекомендуем покупать горошек в стеклянной банке. В ней проще заметить цвет горошка и осадок и самое главное содержимое, которое в этой банке находится. Оттенки качественного гороха могут быть разными. От светлого до темно-зеленого. Если в банке присутствуют коричневые горошины, партия с браком. Если на дне образовался мутный белый осадок, соответственно, в горохе много крахмала. Продукт перезрел, либо же горох был сделан из уже изначально замороженного продукта. И салат будет жестким. Наш второй совет откроем на таблице. Горох без коричневых горошин и без белого осадка. К нашей беседе готовы присоединиться и наши гости. Смотрите, вопросы, по-моему, есть. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что делать, если в магазинах не продается горох в стеклянной банке? И как выбрать правильно горох в жестяной банке? Обращаем внимание на банку. Ищите ДСТУ. Если есть ДСТУ, соответственно, это залог удачного продукта. Чтобы горошек был вкусным и полезным, мы советуем тот, где дата изготовления приблизительно совпадает со сроками сбора урожая. Соответственно, это июнь, июль. Если горошек имеет дату изготовления зима, либо же осень, соответственно, в банке будет замороженный, либо же предварительно замоченный сухой горох. И открываем следующий совет. Здесь даже номер ДСТУ указан. Да. С зеленым горошком для салата оливье все предельно ясно. Главное, советы запомните. Какой следующий ингредиент рассмотрим? Следующий ингредиент это соленые огурчики. Чтобы соленые огурчики было удобно крошить, и чтобы они не скользили по доске, разрежьте огурцы пополам, вот как сделала я, и выложите буквально на пару минут на обычную бумажную салфетку, как я сделала это заранее для наших гостей. И теперь, когда мы будем нарезать огурец, он не будет скользить по доске. Да, точно. И пальцы целы, и огурцы нарезаны. И нет лишней жидкости в салате. И нарезаем. Я вижу, что и у наших гостей уже тоже работа закипела, огурцы нарезаем. Я так понимаю, что сейчас Андрей подскажет, как выбрать идеальные огурчики для салата оливье. При выборе соленых огурцов необходимо посмотреть продукт на просвет. Слегка наклонив банку. Заливка должна быть прозрачная, с частичками пряностей. Мутный рассол с белым осадком говорит о том, что продукт уже начал портиться. Так, например, как в этой банке. Если эти огурцы мы берем дома, то этот метод немного не работает, потому что все-таки домашние огурцы, они готовятся чуть-чуть по другой технологии, в них не добавляется ни консервантов, никаких кислот при солении, и, соответственно, имеет место быть небольшой белый осадок в банке. Это правильно. Это нормально. А вот если в магазине вы покупаете, он должен быть все-таки прозрачный, потому что может быть отклонение технологии. Ну что ж, откроем первый совет по выбору правильных огурцов и запомним его. Второе, на что следует обратить внимание при выборе огурцов, это размер. Чтобы все огурцы в банке были просолены равномерно, они должны быть одинакового размера. Самыми вкусными и оптимальными являются плоды, размеры которых составляют от 9 до 11 сантиметров. Давай, Надя, откроем следующий совет и зафиксируем его. И обращаем внимание на срок закатки. Оптимальный вариант до 6 месяцев от времени закатки огурцов. Оптимальный вариант время созревания огурцов. Это примерно июль-август месяц. То есть, если это будет немного раньше, соответственно, мы можем нарваться на огурцы, которые были выращены еще с помощью нитратов и всяких удобрений. То есть, это тоже не очень хорошо. Мы откроем третий совет. Срок закатки не более 6 месяцев. И с солеными огурчиками разобрались. У нас уже есть два ингредиента в идеальном салате оливье. Я вижу, что получается замечательно. Что будем дальше нарезать? А значит, и выбирать. А дальше мы будем нарезать, Надюшенька, картошку. Какие у вас есть трудности с нарезанием картошки для салата оливье? Да. Понимаете, я когда готовлю оливье, почему-то картошка все время разваривается. А у вас какая проблема с картошкой в оливье? У меня картошка прилипает к ножу во время нарезки. Что делать? Наверное, сейчас многие-многие у экранов и у меня то же самое с картошкой. И у меня то же самое было. Да? Я вижу, что у наших гостей помимо продуктов, что вполне естественно, есть еще какие-то ватные шарики. Для чего это может понадобиться? Ватный шарик это для того, чтобы ликвидировать одну из проблем, о которой говорили твои гости. Проблем с нарезанием картошки? Да, Надюшенька. Итак, чтобы при нарезке кубики хорошо отделялись друг от друга, варить картофель нужно обязательно в мундире и слегка по соленой воде. Мы должны ножик увлажнить слегка растительным маслом. Вот для чего? этот тампончик в растительное масло, чуть-чуть масла, слишком много не надо, и лезвие ножа увлажняю маслом. Разрезаем пополам. Видите, ножичек чистенький? Ничего не пристает. Видно, что и кусочки одинакового размера отдельно друг от друга получаются, и сам картофель не разваривается. Андрей, но нам же нужно знать, как выбрать именно такой? Да. Чтобы выбрать полезный картофель, обращаем внимание на размер и внешний вид клубня. При выборе картофеля обходите стороной крупные клубни, так как это свидетельствует о том, что их перекормили нитратами. Берите клубни среднего размера и также избегаем зеленого картофеля и вот этих проросших глазков. Так как эти дефекты не только портят вкус картофеля, придавая ему горечь, а указывают на присутствие опасного яда солонина. Итак, откроем наш первый совет по выбору правильного картофеля. Картофель среднего размера, без зеленых частей и глазков. Безопасный, полезный картофель мы уже умеем выбирать, но есть же еще один нюанс, чтобы он не разварился, прежде чем попадет в сало. А вот чтобы картофель не разваривался, огромное внимание уделяем форме. Она должна быть грушевидная, либо же продолговатая. Такая форма говорит о том, что картофель салатного сорта и он не будет развариваться. И открываем наш второй совет. Форма картофеля. Чтобы картофель не рассыпался после варки, а кубики в салатике сохраняли свою форму, его мякоть должна быть желтого цвета. Поэтому попросите продавца разрезать одну картошку, он не должен вам отказать, и вы будете знать, тот ли это сорт, либо же нет. К примеру, сравните. В одном картофеле мякоть желтая, а в другом белая. Что делаем дальше, Аллочка? Нарезаем морковь. Морковь в оливье должна быть сладкой. С выбором сладкой морковки вам поможет сегодня Андрюша. А я прямо сейчас научу вас легко и просто нарезать морковь ровными кубиками. Под углом срезаем краешек и нарезаем вот такие вот пятаки. Высота 5 миллиметров. Затем берем два колечка, нарезаем соломкой и нарезаем кубиками. И что у нас получается? У нас нарезка одинаковая. И что очень приятно, у вас тоже здорово получается. Морковь должна иметь идеальный вид. Трещины и дырочки на моркови это результат работы грибка. Итак, откроем первый совет. Выбор правильной моркови без трещин и дырочек. Обязательно посмотрите на то, какого цвета морковь. Именно у ее основания, у ботвы. Она не должна быть зеленого цвета, так как это верный признак того, что она окажется горькой. И следующий наш совет – цвет моркови. Давайте на него обратим внимание. Чем насыщеннее цвет моркови, тем она будет слаще, вкуснее и ароматнее. Это значит, что моркови больше полезного. Нам бета-каротина. А вот если морковка имеет желтоватый цвет, либо же оранжевый цвет, но не яркий, то сладкой, соответственно, она не будет. Итак, мы научились и морковку выбирать. Идем дальше. Что теперь? А теперь у нас яйца. Запомните, чтобы легче чистить и нарезать яйца, я советую перед нарезкой положить их в холодильник на 20-30 минут. И нарезаем яйцо. Мы работаем практически синхронно с нашими экспертами. Аллочка нарезает яйцо, и вы уже начали тоже это делать. Вижу, что у всех хорошо получается. Да, да, да. Главное, что улыбаются. Да. Андрюша, теперь тебе слово. Во-первых, куриное яйцо хорошего качества должно быть чистым и без трещин. Переходим ко второму совету. Нужно обратить внимание на срок годности и на маркировку яйца. На оливье нужны яйца с буквой «С». Как здесь, это столовое яйцо, срок реализации которых 25 дней. Желательно, чтобы их срок перевалил за середину. Тогда яйца будут точно хорошие. Более свежие яйца будут плохо чиститься. И наш третий совет. Возьмите яйцо, приложите к уху и потрясите его. Если оно свежее, то никаких звуков булькания слышно не будет. А если там что-то болтается, значит это болтун. Болтун, да. Слушайте, у нас получается остался последний ингредиент для нарезки в салат оливье. Сейчас я покажу, как нарезать колбасу. Кружочками 5 мм. Два кружочка вместе. Нарезаем соломочки 5 мм. Так же. И нарезаем такими же кубиками. Качественная докторская колбаса должна стоить не дешевле одного килограмма мяса. Вы должны понимать, что колбаса не может мясной, если ее стоимость 35 гривен за килограмм. Ну да. В то время, как килограмм мяса стоит 60 гривен, а то и больше. Поэтому сразу же открываем первый совет. Итак, наш второй совет касается цвета и запаха колбасы. Выбирайте упругую колбасу с приятным, ненасыщенным запахом мяса и нейтрального цвета. Колбаса не должна быть ярко-розовая, как вот эта. Яркий цвет говорит о том, что колбаса сделана из низкосортного сырья и содержит красители. И открываем наш второй совет. Светло-розовый цвет, ненасыщенный, без ярких, сильных запахов. Если проступают легкие капельки жира на колбасе, значит, колбаса не первой свежести, ну и уже непонятно, сколько ей дней. Слушай, на докторскую колбасу уже существует ДСТУ? Если да, то какой номер? ДСТУ для докторской колбасы 44362005. Итак, открываем наш третий совет. Все ингредиенты, которые нужно было выбрать, а затем подготовить и нарезать для салата Оливье, мы нарезаем. Спасибо вам огромное за то, что вы так старательно нарезали продукты, делали это так дружно. И сейчас, пожалуйста, подходите сюда и высыпайте содержимое ваших контейнеров в эту миску. Идеально нарезано. Ой, какие вы молодцы! Встретим Новый год! Ой, как быстро наполняется наш тазик с салатом Оливье! Практически все уже добавили свои ингредиенты. Я поздравляю вас! Вы участники, которые ставите точку в этом рекорде. Нет, точку это Алла будет ставить. А меня же тоже есть. Ой, извините, Аллочка, конечно. Я высыпаю. И сейчас я заправлю наше идеально нарезанное Оливье вкусным домашним майонезом, который я приготовила сама. Сейчас пойду в холодильник его возьму. Смотрите, сколько майонеза. Надушенька, убери. Домашний, вкусный майонез. Я сейчас вкратце скажу, что для приготовления домашнего майонеза мне понадобились целые яйца, соль, сахар, горчица, оливковое и подсолнечное масло и лимонный сок. Все просто, но майонез густой и очень вкусный. Одно слово, домашний. Андрюшенька, сейчас ты будешь мне помогать. Бери ложку. Вот она. Пожалуйста, заходите на наш сайт и посмотрите, какие рецепты домашнего майонеза предлагали наши эксперты. И не забудьте о нашем видеоканале на YouTube. Перемешиваем. Аллочка, я знаю, что ты хозяйка хоть куда. И гостей у тебя бывает много, и в семье у тебя любят поесть. Но скажи мне, ты когда-нибудь перемешивала такое количество салатов? Нет, я сразу говорю, нет. Честно говоря, не женская, наверное, эта работа. Андрюшенька, возвращайся ко мне. Помоги. Ну, давай. До дна и наверх поднимаем. Давай. Чтобы салат дольше сохранился, нарезанные ингредиенты без майонеза храните три дня в холодильнике при температуре плюс два, плюс шесть. Для хранения используйте плотно закрывающие судочки с крышками или обычные стеклянные банки, накрытые крышками. И вот он настал, долгожданный момент. Наконец-то мы взвесим сейчас это оливье и узнаем, сколько мы совместным трудом нарезали этого замечательного салата. Наше оливье, наш замечательный салат, 68 килограммов, 350 граммов. Держите меня, Дмитрия! Это мы сделали. Но вы знаете, если мы его сейчас же не попробуем, то это будет зряшный рекорд, а мы этого не хотим. Так что давайте пробовать. Кстати, для всех наших гостей мы подготовили календарики-шпаргалки, которые всегда помогут сделать правильный выбор продуктов для салата оливье. С такой шпаргалкой вы можете спокойно отправлять за продуктами своих мужей, и они точно смогут купить продукты для оливье с точностью. Не позвоним вам ни разу. И мы позовем помощника для того, чтобы и вы смогли попробовать этот салат и насладиться его идеальным вкусом. Пожалуйста, давайте разделим его на порции. Слушайте, ребята, но прежде же нужно нам попробовать. Конечно. Вдруг не получился идеальный салат. Приятного аппетита! Точно. Настоящий салат оливье. Здорово! Вот теперь, когда вы попробовали салат, который фактически приготовили сами, при помощи наших экспертов, конечно, у меня к вам вопрос. Это вкусный салат оливье? Да! Я так и знала, потому что сама его попробовала. Огромное вам спасибо за то, что вы помогли нам поставить рекорд во все буду доброе, и вам, мои друзья, за ценные советы, которые помогут в этом году приготовить нам, как никогда вкусный салат оливье. С наступающим! Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись с друзьями. Чтобы получить первые мои советы, подписывайся на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!